Социальная сеть Instagram существует уже более 10 лет и, кажется, на протяжении всей ее истории платформу регулярно обвиняли в излишней легкомысленности и поверхностности, а ее пользователи в демонстрации от фотошопленной жизни, далекой от реальности. Но молодое поколение американцев, кажется, хочет видеть в этой соцсети более честный контент. Instagram опросил более тысячи своих американских пользователей в возрасте от 16 до 24 лет, как и зачем они намерены пользоваться приложением в новом году. Из ответов команда Instagram составила список тенденций, которые, скорее всего, станут главными на платформе в 2023 году. Мы выбрали самые интересные. Instagram — это уже давно не только красивые картинки и видео, а целая бизнес-платформа по продвижению себя, своего бренда и самой разной продукции, от одежды и косметики до сеансов с психологом и марафонов желаний. Но вот поколение Z призывает всех пользователей Instagram немного притормозить и сократить это бесконечное потребление. Вместо покупки новой одежды они призывают покупать в секонд-хендах или дать вторую жизнь старым джинсам или платьям, придав им новый дизайн. А вот как именно они это собираются делать, они обещают рассказать в своих Instagram-блогах. Больше никакого пассивного скроллинга поколение Z призывает быть более социальным и политически активным. Большинство опрошенных пообещали поддерживать начинающих молодых политиков и активистов, так как хотят видеть больше представителей своего поколения на политической арене. Поддержать обещают финансово, перечислив деньги. Такая функция есть в Instagram. И информационно, рассказывая о молодых политиках на своих страницах. Кстати, на промежуточных выборах Конгресс осенью 2022 года был избран первый в истории представитель поколения Z, 25-летний Максвелл Фрост, представляющий демократическую партию во Флориде, который активно делится подробностями своей политической жизни в Instagram-аккаунте. Две трети опрошенных заявили, что собираются сконцентрировать свою работу и заработок в социальных медиах. Для сравнения, еще пару лет назад американские зумеры говорили, что используют соцсети в первую очередь в качестве развлечения. При этом сейчас они даже говорят, что в новом году надеются повысить свою финансовую грамотность. Поэтому, возможно, к психологам, астрологам и прочим инста-специалистам добавятся еще и финансисты. Поколение Z хочет видеть в Instagram больше рецептов и блогов про национальные кухни мира. Именно такой способ познания новых культур они называют самопредпочтительным. Ну и, наконец, немного о любви. Зумеры признались, что им не нравятся приложения для онлайн-знакомств. Мол, это все слишком сложно, все эти свайпы вправо, свайпы влево. Им гораздо проще написать личные сообщения понравившемуся человеку в Instagram. При этом половина опрошенных призналась, что лучший способ завязать переписку – это отправить мем. Казалось бы, что может быть проще, но тут нужно быть осторожным. 40% опрошенных заявили, что плохой вкус в выборе мемов может понизить привлекательность потенциального партнера. Ну а сбудутся ли предсказания зумеров о трендах Нового года и что будут обсуждать в мире в 2023-м? Обо всем этом вы, как всегда, узнаете из эфиров настоящего времени и на страницах «Голоса Америки» в социальных сетях, в том числе в Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok